Ну что ж, всем привет, с вами Дэй Пикачу и сегодня я записываю для вас новое видео, как долго я не делал видео на своем компьютере и по хойке, именно по самой игре. Ну что ж, мы поиграем в такой мод как Дизастер, что переводится как Бедствие или Несчастье. Ну так вот, поиграем мы за такую страну как НГПУ, ну что ж, тут у нас правят авторитарные социалисты во главе с Максом Хельцем. Ну что ж, тут можно привести одного очень интересного человека. Ну что ж, мы занимаем вот такие территории, то есть, кажется, Франкфурт, Бремен, ну Гамбург мы не занимаем, ну полгамбурга, наверное, занимаем, остальную контролирует Швейз... Швейз... Блин... Шлезвиг-Гольдштейн. Ну вот такие вот территории мы занимаем. Ну так вот, есть еще на нашей территории Германии Шлезвиг-Гольдштейн, Мекленбург, Пруссия, Саксония, Бавария, Вюртемберг, Баден и Рейнланд, которые контролируются французами. Ну что ж, погнали. Ну что ж, вот мы и загрузились в игру. У нас есть 21 дивизия, хорошие генералы. Можно даже Мартина Бормана, который в реальности это вообще политик. Кажется, не помню какой именно он. Ну, в общем, очень важный пост он занимал в Гитлеровском рейхе, а тут он у нас генерал. Очень интересно. Так вот, правит нами Макс Хельц, как я уже и говорил. Кстати, давайте посмотрим на мир. Есть Украинская Республика и Махновия. Точнее, Махновщина. В России Северная область, короче, есть белые. Это Северная область, социал-демократы Керенского. Казанский военный округ, Лавра Корнилова. Оренбург с Дутубым. Российское государство, классический национализм Александр Колчака. Южная Россия, Антона Деникина. Примурия. Правительство Примурия. Какая-то очень интересная идеология. Очень странная. По названию. Есть также Дальневосточная Республика. Коммунисты. Есть также Урво. Это тоже социалисты с Тухачевским. Есть Татарский Союз. Это тоже социалисты. И есть Московский Совет. По главе с Левом Троцким. Левом Троцким. Так вот, еще тут есть СРФ. Ну, это. Грузинская Советская Республика, наверное. Тут правит Сталин. Ну, так вот. Давайте сейчас поставим что-то тут строится. Фабрики. Так, давайте также увеличим производство винтовок. И, в принципе, погнали. Ну, так вот. Вот у нас появился фокус наследия Маркса. И у нас есть два выбора. Маркс это икона революции. Или то, что тут же второй вариант, как по мне, довольно-таки российский. Я его даже переводить не буду. Но именно вот второй нам вариант и нужен. Потому что нам надо привести кое-кого интересного человека ко власти. Поэтому нам надо выбрать второй вариант. Ну, что ж. В итоге происходит вот такой вот фокус. Операция Ротте. Ротте это, кажется... Ротте это переводится как красный из немецкого. А Ротте, ну, наверное, что-то с красным. Ну, так вот. В итоге... Политическая партия у несоциалистов приходит ко власти. И давайте посмотрим, кто и правит. Йозеф Геббельс. Ну, как вы могли знать, то Йозеф Геббельс был, ну, нацистом. И вы, наверное, это... Не доумеваете, почему он социалист. Но на самом деле он был, можно сказать, нациал-большевиком. Радикальным. Ну, и он вообще, кажется, я слышал, хотел выгнать Гитлера из партии из-за того, что он был, ну, не очень таким социалистом. Ну, так вот. Теперь у нас власти. И давайте выполнять его ветку фокусов. Кстати, хочу спросить вас. Какой итог нам выбрать? Ну, так вот. Где-то в 43-м году военные сместят Геббельса, нули не сместят, я только один раз играл. Так вот, можно выбрать Штрассера или Гитлера. И если, наверное, выбрать Штрассера, то Красная Германия будет... Красная Германия придет к триумфу. Если Гитлера, то вот как раз арестуют Геббельса и предвидут Гитлера или этого Гейдриха. Вот у меня к вам вопрос, какой именно из этих путей выбрать. Ну, что ж, надеюсь, до этого выбора мы не дойдем в этой серии. Ну, что ж, что бы нам надо... Главная наша сейчас задача, это стабилизировать наше государство. Поэтому мы будем приказывать нашим людям выходить в профсоюзы и их контролировать таким образом. Ну, что ж, следующим нашим шагом будет централизировать наше государство. Следующим нашим шагом будет уничтожение бандитов. Дальше мы сформируем национальную армию Германии. И следующим шагом мы дадим власть рабочим. Ну, что ж, мы разобрались с нашими проблемами. Теперь мы можем объявить о том, что мы западные рабочие государства Германии. И то, что в нашем государстве главная идея это национал-социализм. Ну, что ж, а вот я и выполнил фокус национал-социализма. Теперь у Геббельса такой вот портрет. Такой вот серьезный человек в сером костюме и крутыми красными очками. И у нас поменялся флаг. Теперь это просто белая звезда, звезда, в которой находится этот серп и молот, который находится на черном фоне. Такой вот интересный флаг. Ну, что ж, также у меня появилась ветка фокусов на экспансию, но пока что моя армия не готова, поэтому пока что будем заниматься другими делами. Например, создадим министерство пропаганды. В это время гражданская война закончилась. То есть я не знаю, кто именно победил, но победили белые. Но вот я не помню, кто из них именно. Так вот, они решили пойти по пути восстановления думы либо президент Кернский, либо возвращения монархии. Ну, именно это. Либо такой неабсолютистской. Ну, так вот. Я, когда я раньше играл, у меня этот... Решили пойти по пути вот этого вот человека, Савенкова. По вот этому пути. И я просто офигевал, когда у него было от 300 до 700 дивизий. Время как у меня было где-то 100-200 дивизий. Ну, и все равно его победил. Ну, вот такая вот интересная сложная вещь происходит в России. А пока что мы создаем пропаган... Министерство пропаганды. Кстати, скоро, наверное, начнется война с Пруссией. Потому что я уже играла и знаю, что она скоро должна начаться. Так вот, у него и у этого государства тоже много интересов и путей. Давайте их перечислю. Конечно, есть путь на экспансию, которую есть у всех, наверное. Ну, так вот. Есть Шляхер, который создадит одну прусскую нацию. Ну, в принципе, по мне, какой-то скучный путь. Так вот, есть Трюф Геринга. Это, наверное, самый интересный путь. Тут он будет увеличивать влияние этих голубой рубашечников. и, как видим, будет создавать трудовые лагеря. Есть этот Гинденбург, который вернет монархию. Есть НЛП, либералы, которые разгромят Геринга, уменьшат влияние юнкеров и создадут довольно-таки сильную демократическую армию и Германию. Ну, и есть юнкеры, которые как раз тут меня победили, которые будут сделать такую консервативную республику, будут улучшать в ней жизнь, но также будут отказываться от реформ. Как по мне, очень интересный путь. Кстати, еще много интересных путей в Турции. Очень даже странно. Очень много фокусов, очень много интересных путей. Например, есть армия наемников. Очень, в общем, тоже интересный регион. Не знаю, почему именно Турция, что лучше бы России больше контента завезли. И кстати, хочу быстрее узнать, кто именно тут победит. Киринский или монархи. Ну, что ж, также давайте начнем выпускать книгу Унцеркамф. Это переводится как Наша борьба. которая была написана одним из товарищей Адольфом Гитлером, который объясняет нашу идеологию. Ну, так вот, прямо сразу видно, то, что вот у Гитлера тоже написал книгу, но она была называется Моя борьба, и он ну, вот такой вот интересный факт. Кстати, я хочу сразу вам это сказать, одну важную вещь, то, что если мы выберем именно Гитлера как канцлера, то у нас будет большая ветка экспансий. Тут мы сможем даже Южную Африку себе взять как колонию, также разгромить этих Украину и сокрушить Россию, а потом напасть на французов. И, как по мне, эта ветка фокусов интереснее даже больше. Поэтому я все-таки склоняюсь к канцлеру Гитлеру, а не Штрассеру. Конечно, это тоже интересный путь, но, как по мне, у Гитлера путь интереснее. Ну, что ж, на этом я предлагаю закончить это видео. Оно вышло довольно-таки коротким, но все-равно даже очень-даже интересным. Как по мне, мне очень понравилось записать это видео. Как видите, мод довольно-таки неплохой и хочется поиграть в него больше. Ну, за большие страны после этого прохождения. Надеюсь, вы со мной согласитесь, что мод интереснее. Ну, так вот. На этом это видео заканчивается. Всем пока!